Как вы думаете, вот мы с вами уже пережили здесь четыре раза выборы, да? Вот если произойдет такое, что встанет правительство, в котором будут разные партии, разных направлений, и они уже сейчас как бы произносят вот эти лозунги от «я» к «мы», то есть попытаются они отменить как бы себя для того, чтобы прийти к общему решению, в каком случае сработает все-таки система? Не сработает, нет такой основы. Вообще не сработает? Нет, нет такой основы, чтобы система сработала, и вообще нет основы для того, чтобы евреи могли собраться и дружно руководить чем-то вместе. Слишком большой эгоизм и совершенное непонимание о том, что им надо как-то управлять, подавлять, а не возвышаться все время друг на друга. Подавлять свой эгоизм, вы это имеете в виду? Да, да. А не все время утверждать свое мнение, да? Я прав, я прав. Так, ну, все-таки... Все-таки ничего не будет. Все-таки ничего не будет. Как уже было, только будет еще большей учащенностью меняться власть, и народ будет, в общем, уже не обращать внимания, кто там есть или нет. Будешь просыпаться утром и... Новое правительство. И узнавать, да, о, новое правительство. И все-таки мысль такая, вдруг что-то изменится? Может быть, что-то изменится все-таки? Даже эта мысль уйдет? Не знаю. Дойдем до состояния, когда будут снова военные перевороты. Генералы будут захватывать власть с помощью войск. Ну, а тут на наших границах будут ждать и предвкушать победу наши дорогие двоюродные братья. Понятно. Тогда постройте хотя бы идеальную картину. Как это должно работать? Вот хотя бы так тогда. Осознание зла, оно, в общем-то, есть в народе где-то. Да. Что мы не можем быть вместе, мы вот такие, мы самые эгоистические, самые такие-таки. С одной стороны. Но с другой стороны, в этом не хотят признаваться. Так. Очень многие массы готовы закрыть глаза на это. То есть придавить это знание, да? Да. Что я эгоист. Да. Тут еще религия, конечно, помогает задавить эти мысли. Да. Я скажу. Избрали народ и так далее. Я не знаю. У меня лично не существует никаких рецептов на будущее. Мой рецепт, ты знаешь, но никакая аптека его не примет. Его даже прочесть не могут. То есть рецепт ваш один. Рецепт единства народа. Постепенное, постепенное воспитание народа к единству. К единству. Как необходимое, единственное необходимого состояния. И тогда какое правительство должно быть, которое вот на это бы пошло и только бы на это ставило? Вот на это. Только каббалисты. Только каббалисты. Только каббалисты. Которые бы собрали людей, выявили бы среди этих людей необходимых, нужных, которые могли бы принимать участие в управлении государством, обществом. А управление государством все равно, вся основа только единства народа. Только все законы принимаются только на этой основе. Все жизнь. Абсолютно. Только на этой основе. То есть вы нам не построите идеальную картину. Вот если бы они смогли подняться... Я вам строю идеальную картину. Вы считаете, что она не может быть реальной. Идеальная она идеальна. Нет, вот при нынешнем каком-нибудь положении. Если бы они могли... В этом состоянии и с этими людьми, и в том состоянии, в котором находится сегодня общество, этого еще быть не может. То есть даже вы не можете сказать фразу «если бы они смогли». Если бы они смогли, то они бы смогли и сделали бы, но очень далеки они от народа. Понятно. То есть к чему мы все-таки придем? Давайте так. Вот к чему мы придем? К тому, что будет большая резня. Да. Да. А что такого? Такого не было в нашей истории. Было в нашей истории. Когда братоубийственные такие войны, что и врагов не надо. Сами друг друга зарежем. Это было во времена храмов больше, знаете. Ну так что? Неважно. К этому можно дойти. Понятно. Я не верю в хорошее будущее. Ближайшее. Настолько, насколько я вижу, как разворачиваются события, не знаю. Не знаю. Мы пытаемся сделать все равно все, что можно. И объяснить все. Но если говорить серьезно, трезво, то, что мы говорим, народ смеется. И смех этот вызывает очень-очень большое разочарование, опасение, огорчение. Потому что так смеются люди, которым нехорошо на самом деле. Нехорошо. Так кричали галдиазеры. Перед выходом... Да. Идущий на смерть приветствует тебя. Да. Ой-ой-ой. Вот вы мне сейчас все это говорите. На что вы рассчитываете? Вот, допустим, это выйдет в эфир. Вот люди это услышат. Вот на что вы рассчитываете? Надо, чтобы это вышло. То есть, чтобы они вздрогнули? Вы на это рассчитываете? Ну, я не знаю. Пускай проклинают меня. Пускай что хотят делать. Вам наплевать, да? Это абсолютно мне, да. Они должны просто знать, что вот такое мнение выдает каббалист. Я хочу просто, чтобы они все-таки поняли. Или, если не поймут, чтобы где-то у них это отложилось внутри. И в будущем каком-то они все-таки... Вспомнили, да? Вспомнили. Да. Их бы это как-то остановило. Стрессом было. Насторожило. Понятно. И так далее. Да. Понятно. Хочу помочь.